Сегодня мы продолжаем с вами заниматься исследованием операции Такой раздел математики Прикладной раздел математики Который занимается решением всяких задач Связанных с оптимизацией, ну скажем, какой-нибудь деятельности человеческой Вот так он отсюда и вырос Исследование операции было первоначально, ну, использовалось в военных целях исключительно Это было во времена Второй мировой войны Вот, а сейчас исследовательная операция широко и в экономике применяется В частности, у нас была экономическая задача, сугубо экономическая задача В прошлый раз звучала она так Значит, есть набор грузов, которые находятся в разных местах Одинаковых грузов, в разных количествах И есть некоторое количество получателей, которым надо груз доставить Известен транспортный тариф от каждого грузоотправителя к каждому грузополучателю Сколько стоит перевозка единицы груза И нужно было так составить план перевозок, чтобы суммарная стоимость этого плана была минимальной И я в прошлый раз проболтался, что эта задача не обязательно связана с перевозками транспортными Это может быть и какая-то сугубо экономическая подоплека у нее Ну вот, в частности, я хочу вам показать задачку, которая полностью копирует ту, что была у нас раньше Во всем копирует, в том числе и в том, что в ней нужно искать минимум Некий минимум по стоимости Что за задачка? Давайте полюбуемся на нее Есть некая такая проблема Но она, так сказать, надумана В какой-то степени, как и всякие демонстрационные задачи Что есть вот некоторый объем товаров, которые необходимо произвести Бензин, дизельное топливо, солярка и мазут Котельное топливо, по-другому его можно назвать Так вот, его можно делать, все эти виды товаров Из трех разных видов сырья Из нефти, угля и из сланца Сланец есть такое, значит, вещество Значит, такой минерал в Прибалтике добывается Некоторые виды сланцев, они горючие И в том числе из них можно делать тоже и, значит, нефтепродукты Они могут заменять в каком-то отношении Ну, задача не совсем уж пустая Дело в том, что вот во времена войны В той же самой Второй мировой, в Германии Значит, топливо, бензин в частности, производился из угля Очень, правда, дорого было из угля делать солярку Поэтому весь настоящий, вся настоящая нефть, что была, значит, в Рейхе Которую они получали в основном из Румынии Она шла на производство солярки, дизельного топлива для кораблей Вот, а танки, самолеты все ездили на бензине На обычном, ездили и летали Вот такая вот задачка Известны потребности И известно наличие того или иного вида сырья Вот 40 единиц нефти, угля, исландцев И потребности 20 единиц бензина, 30 солярки, 50 котельного топлива И 20 еще единиц у нас останется незадействованным Незадействованным останется И вот там в клеточках, в углах, маленькими циферками Раньше мы обозначали транспортный тариф А сейчас мы обозначаем расходы на производство Скажем, единицы солярки из угля Это будет стоить 6 единиц условных Вот такие дела Но эта задача чисто по содержимому своих клеточек Отличается от той, что мы рассматривали на прошлом уроке И также совершенно решается абсолютно У нас там были поставщики и покупатели И был транспортный тариф определенный Был фиктивный покупатель, фиктивный получатель Для которого ввести было ноль Так вот тут у нас есть просто 20 единиц Останутся непереработанными При этом затраты, естественно, на переработку составят ноль Вот такая вот задача Это, в общем-то говоря, так же совершенно решается Гораздо интереснее задача, в которой надо искать не максимум, а минимум Вот в чем все заковыка Не минимум, простите, а максимум То есть не минимальный по стоимости план перевозок Или вот как здесь был минимальный по стоимости план производства А максимальный по прибыльности план организации какого-то производственного процесса Ну вот я долго думал Какие только я не придумывал задачи на эту тему Были у меня совершенно, так сказать, безобразные задачи из области юриспруденции Вот, я даже прям не решаюсь их воспроизвести Там, понимаете ли, адвокатская контора Вела дела по каким-то там замысловатым видам преступлений Вот, и в зависимости от того, с кем, с каким судьей им работать У них разные были расходы Сами понимаете, что это совершенно невозможная вещь огласить это дело в эфире Вот, а вот задачка следующая Которая, мне кажется, вполне достойна быть услышанной и увиденной в слайдах Есть некая туристическая компания Эта туристическая компания отправляет туристов в разные города чудесные Вот у меня здесь перечислены Лондон, Рим, Париж Вот в такие города отправляют В каждом из этих трех мировых столиц Туристическая компания заказала некоторое количество мест в гостиницах Забронировала В Лондоне 60, в Риме 30, в Париже 50 Всего 140 мест Надо сказать, что она работает с тремя, так сказать, группами студентов Простите, не студентов, а с тремя группами клиентов А именно студенты, молодожены и школьники И надо же вам сказать, что когда фирма отправляет туристов в дальний путь В Лондон, в Париж или в Рим Она им там оказывает разные услуги И заказывает там билеты в театр Заказывает экскурсии, поездки там по всяким живописным местам За это, естественно, берет свои комиссионные деньги Какие-то берет И вот та сумма, которую с одного туриста в условных единицах, естественно Получит фирма Если туристы разных, так сказать, разных категорий, да Категории разных, вот студенты, молодожены, школьники Будут отправлены в тот или иной город Вот эти вот суммы, вот эти суммы, которые с них получают Туристическая фирма Указаны в клеточках, вместо транспортного тарифа Вот глядите, например, со школьника Эта чудесная фирма Больше всего получит Где? Со школьника в Риме В Риме школьника удается раскрутить на 7 условных единиц Вот так вот А студент лучше всего разыгрывается в Париже А в Риме он совершенно ничтожную прибыль приносит на фоне 7 единиц 2, 2 единицы А вот для молодожен самое подходящее место Рим В Лондон тоже неплохо Видимо, там идет постоянно дождь И они сидят себе в комнате и радуются друг другу Вот какие люди, молодожены-то Их лучше всего в Лондон в нашей схеме посылать Естественно, все эти цифры взят с потолка Как вы должны были догадаться И весь секрет решения это очень просто Совершенно просто весь секрет решения Значит, я напомню вам, почему должен появиться секрет Дело в том, что Когда мы оптимизировали план перевозок Мы искали минимальные по стоимости план перевозок Мы использовали метод транспортных потенциалов Этот метод транспортных потенциалов был ориентирован Или, как сейчас говорят, заточен На поиск минимального по стоимости плана Минимального по стоимости плана Дело в том, что в той задаче, в транспортной Речь шла о расходах А вот в этой задаче, в задаче типа транспортной Речь идет исключительно о прибыли И прибыль мы должны максимизировать Сделать ее максимальной Так распределить туристов по городам Чтобы они максимум удовольствия, видимо, получили И мы, соответственно, максимум прибыли получили Вот, как это сделать? Ну, понимаете, в чем дело? В математике очень распространен такой ход мысли Когда вы поиск минимума, скажем, заменяете поиском максимума Или поиск максимума, поиск минимума Вот давайте так вот подумаем Что значит максимальная прибыль? Давайте помечтаем Вот тут максимум, что можно получить с одного туриста Это школьник в Риме или студент в Париже Там они приносят 7 единиц прибыли Вот убедитесь, пожалуйста Вот он, студент в Париже и школьник в Риме 7 единиц с них можно снять А давайте мечтать о чем-нибудь красивом и возвышенном Ну, например, о 10 единицах прибыли с каждого человека Красиво Что тогда будет для нас означать максимальная прибыль? Максимальная прибыль будет соответствовать минимальной, ну, нехватке до этой красивой мечты Правильно? Вот когда мы получим максимальную прибыль Это будет минимальное расхождение с красивой мечтой о 10 условных единицах прибыли Можно мечтать, конечно, о 20 единицах Я бы стал мечтать, может, о 8, потому что, ну, в общем, в это, так сказать, вериться легче Вот чуть-чуть Главное, чтобы когда мечтаешь, вот до мечты, ну, не хватало чуть-чуть Тогда как-то мечтать приятнее, вот-вот, кажется, вот должно получиться Да, понимаете как? То есть мечта должна быть более-менее реальной Ну, а в нашем случае считать просто вот легче Тогда Тогда легче считать Ну, так что ж Давайте помечтаем Что это значит? Вот у нас, значит, теперь чего я записал? Записал нехватку до красивой мечты Если студент в Париже приносил нам 7 условных единиц прибыли Это в правом верхнем углу записаны 7 единиц прибыли В правом верхнем углу клеточки студентов в Париже То теперь до мечты красивой не хватает всего 2 единичек А вот незанятые места, они вообще прибыли не приносят Это последний столбец, это незанятые места Туда ни школьники, ни молодожо, ни студенты не поехали У нас количество клиентов на 20 человек меньше, чем заказанное место То есть у нас останутся пустые места Так вот, эти пустые места нам нехватку до прибыли Той, о которой мы мечтаем, дадут 10 единиц Вот такая вот нехватка И нам нужно так распределить туристов по городам Чтобы прибыль, которую мы с них получим Наименьшим образом отличалась от той, о которой мы мечтать только можем Мы можем только мечтать об этой прибыли Ну что ж, давайте будем распределять Распределять давайте будем Это делается очень просто, так как мы в прошлый раз делали Помните, был такой способ северо-западного угла Который провоцировал всегда нас на какие-то преобразования Перемещения, улучшения и так далее Вот, мы естественно этим способом не будем провокативным делать ничего Мы поспользуемся тем способом, который я вам рекомендовал Он был без всякого названия, этот способ Рекомендовал использовать для решения всякого рода учебных, по крайней мере, задач Вот на эту вот тему транспортную Способы заключать в следующем Нужно выбрать те направления, которые мы посылаем наших туристов Которые приносят для нас максимальную прибыль То есть те направления, которые обеспечивают нам минимальную разницу с мечтой Вот первые и вот их в первую очередь и заполнять Вот такой вот, скажем так, наивный вариант жлобский Какие же тут направления дают нам самую минимальную разницу с мечтой? Это вот смотрим нижние правые циферки Они должны быть самыми маленькими Самыми маленькими Вот самая маленькая, по-моему, нижняя правая циферка это 3 Она соответствует прибыли 7 единиц То есть тогда до 10 условных единиц прибыли не хватает только 3 единиц Это два случая Школьники в Риме и студенты в Париже Вот что это есть Я думаю, что нужно по максимуму эти возможности использовать То есть заполнить эти клетки Всех школьников Всех школьников Отправить в Рим Пусть там глазеют на Колизей И на термы Каракала А всех студентов в Париж Пусть там они подглядывают за соблазнами За, так сказать, парижской жизнью Всякие там Мулина Ру уже посещают И разные другие Источники соблазнов Так, теперь давайте искать Да, мы, кстати говоря, всех студентов и всех школьников уже приспособили Нам осталось отправлять только молодоженов То есть искать Следующую за ними по величине Значит Такую вот Вещь Минимальную можно только во втором столбце Так, вот у нас Минимальная нехватка из оставшихся До мечты Это 4 Это наблюдается у нас Молодожены в Риме Называется Вот Молодожены в Риме Но, к сожалению, мы не смогли там ей воспользоваться Молодоженами в Риме Потому что весь Рим у нас продан был Школьникам Школьники Школьникам отдан Рим был Значит, 5 Выбирать оставалось Для Молодоженов Вот мы их выбрали В Лондоне 40 человек отправили Больше ничего Нечего было нам выбрать Это был максимум Из того, что могли И 5 выбрали для Школьников в Париже Это, видимо, старшеклассники Вот они там поехали Подглядывать за соблазнами Хотя соблазны Совсем не так оказались Интересны То есть на 2 На 2 условных единицы Меньше они дают прибыли Соответственно, меньше удовольствия Чем осмотр Руин Вечного города Рима С его Значит, замечательными Памятниками Античности Что ж получилось? Вот смотрите-ка, что получилось Получилось у нас Что студенты Все отправлены В Париж Все молодожены В Лондон А школьников Мы распределили Между двумя городами Между Римом И Парижем При этом нужно сказать Что римские места Все заняты Школьниками Все 50 мест Заказанных в Париже Тоже заняты Нами Нашими клиентами А студентами И школьниками 40 студентов И 10 школьников Вот они отправлены В Париж А вот в Лондоне Как ни крути Осталось 20 мест Вот они 20 мест лондонские Видите, мигают Тук-тук-тук-тук Эти места не заполнены Ну вот теперь, похоже Заполнена полностью Наша таблица И наступает пора Выяснение Оптимально Этот план Распределения Или не оптимален Вот в чем дело Надо сказать Что загадка Это очень Такая Поучительная Скажем так Загадка Очень поучительная И Она Нуждается В некоторой Отдельной Разборке Сейчас я вам Поясню О чем идет речь Речь идет Вот о чем Вот смотрите Вот когда мы Начнем Заполнять Колонку И строку Соответствующую Потенциалам Да У и В Строки И столбца Вот они Сейчас я их Уже Ввел Обозначил То мы сразу Все и увидим Значит С чего мы Начинаем Как я всегда Советовал Со строки Для которой То что у нас Раньше играло роль Потенциал Роль Транспортного Тарифа То что мы Минимизировали Мы минимизировали Расходы А теперь мы будем Минимизировать Нехватку До красивой Мечты До 10 условных Едниц Прибыли С каждой С каждой Нашей Клиентской Души Значит Вот у нас Самая большая Нехватка Это для Незаполненных Лондонских Мест 10 условных Единиц За каждого Школьника Значит За каждого Человека В Лондоне Мы недополучаем С пустых Мест Значит Собираем Два числа У и В Потенциал Строки Который Называется Лондон И потенциал Столбца Который Называется Незаполненные Места Это мы должны Подобрать Два числа Которые в сумме Дают 10 Таких чисел Очень много Это 1 и 9 5 и 5 20 и минус 10 Но я не мудрю Я беру потенциал строки 10 А потенциал столбца 0 В сумме Действительно Получается 10 Значит Дальше я Как вас учил Раньше Заглядываюсь На что Нет ли у меня Такой Заполненной Клеточки Этой таблицы Для которой Один потенциал Известен А другого Потенциала Нет Оказывается Есть Это молодожены В Лондоне Один потенциал Потенциал Строки 10 Значит Потенциал Столбца Должен оказаться Минус 5 Вот он Минус 5 Потенциал Второго Столбца Столбца Молодожен А вот Дальше У нас Как-то Вся деятельность Остановилась Нет больше Ни одной Клетки Для которой Был бы Известен Только один Потенциал Нет И вот Теперь Я прошу Разрешение Показать Вам То Как Не нужно Делать Не нужно Как заполнять Я тут же Забываю Про то Что я Творил Перед этим И Выбираю Из оставшихся Клеток Клетку Самым Большим Недобором До Значит До вот Это вот До нашей мечты До 10 единиц Что это за клетка такая Вот посмотрите По-моему Если я не ошибаюсь Это клеточка Школьники В Париже Они не добирают 5 единиц Вот здесь Клетка Школьники В Риме 3 единицы Не добирают И студенты В Париже Тоже 3 единицы Не добирают А вот Школьники Они аж 5 не добирают Ну что Давайте попробуем Сделать 5 и 0 Не так ли Вот он 5 и 0 Потенциал Парижа 5 Потенциал Школьников 0 Да Вот тут Уже Можно Подбирать Вот Школьники В Риме Вот эта клетка Для них Потенциал Столбца Есть 0 А вот Потенциал Строки Каким Должен быть Чтобы Получилось 3 Что Нужно Прибавить К нулю Чтобы Получилось 3 Вопрос Достаточно Наивный К нулю Надо прибавить 3 единицы Вот они 3 единицы Появились Чтобы Получилось 3 Вот действительно 0 плюс 3 Равен 3 Так Ищем еще Где у нас Такого рода Клетки А вот она Клеточка Студенты В Париже Наши В Париже Значит Потенциал Строки 5 единиц Потенциал Столбца Должен быть Тогда Каким Что нужно Прибавить 5 Чтобы Получилось 3 Минус 2 Значит Получилось Вот Что Получилось Минус 2 Вот так Приятно Мы были Удивлены Значит Все потенциалы Строк Столбцов Есть Действительно Они совпадают С тем Что Исполучено Вот Но хочется Теперь Разобраться Вот Давайте считать Значение Столбцов Значение Сум Транспортных Потенциалов Для всех Не заполненных Клеток Верхняя Левая Клеточка Да Сколько Там Будет 10 Минус 2 8 Ну вот Мы сначала Проверяем Кстати Действительно Все Совпадает Вот 10 Минус 2 8 Это Верхняя Левая Клетка Это Кстати Равно 8 Да 3 Минус 2 1 Так Что Еще Вот 10 Плюс 0 10 10 И 3 Плюс 0 3 5 Плюс 0 3 5 Минус 5 0 Да Так Вот Единственная Клетка Где сумма Транспортных Потенциалов Вот этих Вот потенциалов Строг из Толбцов У и В Больше Значит Вот этого Нехватки До мечты Аналога Транспортного Тарифа Это Клетка Школьники В Лондоне Сумма Потенциалов 10 А школьники В Лондоне Значит Прогуливают В день 6 условных Единиц Значит Получается Здесь Что Казалось бы Перенеся Вот этих Вот Отправку Туристов В эту Клеточку Отправив Школьников В Лондон Можно Получить Больше Вознаграждения Но Однако Придумывать Такого Переноса Не Представляется Возможным Вот Знаете Что Откуда Не Перенеси В Эту Клетку Скажем Возрастает Нехватка Что Школьников Из Рима Перекинуть В Лондон Нехватка Возрастет На 3 Единицы То есть Вместо 7 условных Единиц Человека Мы Получим Только 4 Если Перенести Школьников Из Парижа Перебросить В Лондон То опять же Вместо 5 единиц Получим 4 Единицы То есть Нехватка До мечты Составить Вместо 5 6 Это плохо Нехватка До мечты Увеличится Значит Что-то Здесь Не так Где-то Была Допущена Ошибка Где же Была Допущена Ошибка Ошибка Была Допущена Изначально Вот В каком Месте Мы Стали Таким Образом Распределять Подбирать Потенциалы В ситуации Когда У нас Таблица Оказалась Не связана Вся То есть Все эти Условия По которым Заполняются Клеточки Таблицы Они Разделились Как бы На 2 Участка Вот Вот То что Здесь Заполнено Посмотрите Вот То что Здесь Заполнено Это Лондон Который Поглотил Всех Молодоженов Вот и Все Вот это Все Заполнено Лондон Поглотил Всех Молодоженов На Самые Дорогие Значит Молодоженские Места Было Потрачено 60 Мест А Все Остальные Значит Варианты Оказались Более Менее Привлекательными Скажем Так Да Для Для нас Для Отправителей Вот И Незаполненными Осталось Еще 20 Мест А вот Вся Остальная Игра Развивалась У нас С Распределением Школьников И студентов Между Римом И Парижем По сути Дела А стыковать Нам приходилось Еще Вот с Этим Лондонским Делами Лондонскими Делами Так вот Чтобы Того Нелепого Совершенно Утверждения Что нужно Школьников Отправлять С меньшей Прибылью В Лондон Вместо Рима Или Парижа Мы бороться Будем Очень просто Значит Мы будем Строить Остальные Потенциалы Исходя Из того Что В одном Месте Сумма Должна равняться Десяти В одном Месте Вот смотрите Например О чем О чем Речь Вот потенциал Школьники Минус Минус Пять Будет Пять То есть Потенциал Столбца В этом Случа Будет Минус Пять Потенциал Столбца Соответствующего Студентам Будет Сколько Минус Семь Потому что Десять Минус Семь Будет Как раз Три Вот Теперь Тоже Все Вяжется И Нужно Еще Подобрать Потенциал Для Рима Для римских Каникул Восемь Минус Пять Это будет Действительно Три Все Потенциалы Все Подобраны Вот Осталось Посчитать Нам их Суммы Да Для всех Заполненных Клеток Суммы Совпадают Действительно Давайте Пробежимся Десять Минус Пять Пять Восемь Минус Пять Три Десять Минус Пять Пять Десять Минус Семь Три Вот Они Все Тут Рыбанки Наши Лежат А вот Посчитана Сумма Транспортных Потенциалов Для Всех Незаполненных Клеток Таблицы Ни в Одной Из них Сумма Транспортных Потенциалов Даже Близко Не Подошла Значит К Транспортно Так Назовем Транспортному Тарифу То К недостатку До Нашей Мечты Вот Как Она Себя Повела Ну Значит Это Есть У нас Самое Дорогое Размещение Студентов И Молодожены Школьников По Городам Мира Отправленных Нашей Туристической Компанией Давайте Прикинем Сколько Будет Стоить Да Так Пять Условных Единиц Нам Дают Каждый Сорока Молодожен Значит Это Двести Так Семь Условных Единиц Тридцать Школьников Каждый Приносит Еще Двести Десять Значит Четыреста Десять Четыреста Десять Плюс Двести Восемьдесят Это будет Шестьсот Девяносто И плюс Пятьдесят Вроде как Должно быть Семьсот Сорок Да Семьсот Сорок Прибыль Составляет Семьсот Сорок При этом Посмотрите Недостаток До результата Р Это правый Нижний угол Я посчитал Он составляет Шестьсот Сестьдесят То есть Вот Если нам Сложить Реальную Полученную Прибыль Семьсот 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 Сорок И вот То что мы Ожидали Алкали Алчно Ожидали Да Появление Прибыли Из Из Расчета Десять Условных Единиц На каждого На каждого Туриста Это будет Составлять Составило бы Сколько У нас Сколько Туристов Давайте Приглянем Сто сорок Должно Получиться Было бы Тысяча Четыреста Вот Действительно Тысяча Четыреста Это семьсот Сорок Плюс Шестьсот Шестьдесят Все укладывается Как говорится Вместе Ну вот она Транспортная Задача Уже в совсем Другом виде И мы Тут же к транспорту В общем-то Имеет отношение Достаточно Мало И если угодно Вот такие вот Вещи Что можно еще Как можно себе Придумывать Такие Родные Задачи Ну вот скажем Вы можете Хранить товар В разных Хранилищах Каждый Хранилищ Нам Обеспечивает Какой-то Определенный Процент У сушки И утруски Да Знаете Такой Ну определенный Потерь Процент Потерь Хранимой Продукции Да Вот определенный Процент Потерь И нам Нужно так Подобрать Значит И виды Продукции И потери И так Их распределить По хранилищам Чтобы суммарные Потери Были бы Минимальны Вот Это называется Тоже Задача Типа Транспортной Когда мы Обеспечим Минимум Потерь Значит С помощью Правильного Размещения По хранилищам Потери Можем Мы нести Не только От хранения Каких-то товаров Там не знаю В холодильниках Или там Глубокое Замораживание Или еще Каких-нибудь Там просто В охлажденном Виде Мы потери Можем Нести Или получать Прибыли Вкладывая Деньги В различные Ценные бумаги Например Ценные бумаги Вот например Получить Распределение Максимальной Прибыли Так Максимизировать Распределение Средств По Возможным Направлениям Вложения При всем При том Что Количество Вложений У нас В общем-то Говоря Ограничено То есть Возможность Рынка Принять Кап-вложение Она может быть Ограничена Это запросто Так бывает Если очень Много Желающих Инвестировать С целью Получения Прибыли Может Получиться Что Просто Рынок То есть Нерезиновый Москва Нерезиновый Всех Не сможет Поглотить Вот Это Вот Такая Вот Такого Рода Задачи Тоже Точно Так же Может Решаться Будет Задача Типа Транспортная Что Еще Хорошего Можно Узнать Решая Задачи Типа Транспортной Ну В принципе Очень много Хорошего Любые Любые Вот такого Рода Системы Где Нужно Искать Минимальную Сумму Сумму Стоимости Да Какой-то Вот Продукции Или сумму Стоимости Затрат Минимум Или Максимум Как мы Сейчас Только что Установили Везде Можно Использовать Вот такого Рода Вот метод Транспортной 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 Задачи Можно Решать Задачи Об Инвестициях Есть Какое-то Количество Возможных Инвесторов Есть Каждый Из которых Обладает Определенными Инвестиционными Возможностями Есть Несколько Рынков Где Можно Инвестировать Ну Открывать Заводы Скажем По Производству Мобильных Телефонов И Каждый Из этих Рынков Обладает Определенной Предельной Скажем Так Сказать Возможностью Вместить Больше Там Невозможно Быстро Развернуть Новых Производств Вот Такого Рада Задачи Тоже Будет Задача Сугубо Транспортного Типа Да Вот Есть У вас Инвестиции Значит Источники Инвестиции Рынки Да И надо Сделать Так Чтобы Суммарная Прибыль Со всех Этих Инвестиций Была бы Максимально Так Вот Распределять Инвестиции По разным Рынкам Ну Кому-то Чьи-то Инвестиции Более Эффективны Да Скажем Там Какая-то Фирма Будет Своей Заводом Производство Мобильников Там Организовывать Там Значит Прибыльность Будет Приносить Меньшую Прибыль Потому что Там Как-то Меньше Подстроилось Под данный Рынок Рабочей Силы Она С ними Не имеет Опыта Работы И так Далее Там Прибыль Составит Меньший Процент Ну Вот Собственно Говоря Я вас И просветил В те Задачи Которые Называются Транспортными Есть еще Очень Занятные Задачи Которые Называются Задачами Теории Игр Есть Игры Которые Играют Стороны Игроки И вот Я вас Хочу Познакомить С той Терминологией Которая Используется В теории Игр Ну Во-первых Значит Бывают Игры Конечные Бывают Бесконечные Вот Такая Фраза Что Значит Конечная Игра Что Значит Бесконечная Игра У Конечной Игры Это Кстати Конечная И бесконечная Не означает То что Игра Будет Продолжаться Бесконечно Долго Конечная Игра Это игра В которой Есть Конечное Количество Стратегий Которыми Могут Пользоваться Игроки Должно Должно Быть Конечное Количество Вот Значит Бесконечная Игра Там Бесконечное Количество Стратегий Вот Я вам Приведу Пример Сейчас Игры С Бесконечным Количеством Разных Стратегий То есть Бесконечное Количество Разных Ходов Которые Может Предпринять Любой Из игроков Вот Такая Вот Игра Стол Есть Обыкновенный Прямоугольный Стол И бутылки Или банки Из-под пива Что вам Больше Нравится Игра Заключается В следующем Первый Игрок Ставит Банку Или бутылку На стол Это его Первый Ход Второй Игрок Должен Каким-то Образом Поставить Свою Бутылку Третий Игрок То есть Опять Первый Игрок Ставит Свою Бутылку В ответ И Выигрывает Вернее Проигрывает Тот Кому В свой Очередной Ход Некуда Ставить На столе Бутылку Все места Заняты Вот На самом деле Эта игра Действительно Имеет Бесконечно Много Стратегий У каждого Игрока Потому что Координаты Бутылки На столе Они могут Быть Бесконечным Количеством Способов Выбраны Можно В разные Места Стола Чуть-чуть Подвинув Ставить Кстати Я не могу Утерпеть И не Рассказать Вам Решение этой задачи Знаете Какое Решение Элементарное Первый игрок Должен Поставить Бутылку В центр Стола Тогда Второй Игрок Куда Бо Он Не Поставил Бутылку Получит В ответ Ход Первого Игрока Следующий Ставлю Бутылку Симметрично Относительно Середины Центра Стола Куда Первый Игрок Поставил Бутылку Кстати Говоря Вот Симметрично Ставлю Это место Обязательно Свободно Первую Бутылку Ставят Все места Симметричные Свободны Ставится Вторая Бутылка На свободное Место Значит Первый Игрок Опять же Симметрично Ставит Свою Бутылку Закрывает Позицию Вот На столе Вот И так Это может Продолжаться До тех Пор Пока У первого Игрока Не иссякнут У второго Игрока Не иссякнут Возможности По Выставлению Бутылок На столе Потому что У него Уже Будет Просто Некуда Ставить Раньше Чем Второму Игроку Для второго Всегда Свободна Симметричная Позиция Относительно Того места Куда Поставлена Только Что Была Бутылка То есть Это Игра Выигрышная Обязательно Выигрышная Для второго Игрока Значит Надо Сказать Что Для Конечных Игр Ну И для Бесконечных Тоже Актуальна Следующая Вещь Есть Такое Понятие Матрица Выигрышей Да Или Называется Платежная Платежная Матрица То есть Сколько В зависимости От Выбора Той или иной Стратегии Каждым Игроком Сколько Каждый Из них Проигрывает Или наоборот Выигрывает То есть Плюс Это Выигрыш Минус Это Проигрыш Вот так Да Значит Нужно Так Каждый Из игроков Так Старается Составить Свою Стратегию Чтобы его Выигрыш Был Как можно Меньше Если Это Он Выигрывает Или Проигрыш Как можно Больше Ну Вообще То есть Выигрыш Как можно Больше Вообще Выигрыш И проигрыш Можно Понимать В алгебраическом Смысле То есть Выигрыш Это Положительные Числа А Проигрыш Это Отрицательные Числа Вот так Как-то Можно Обращаться Значит С матрицей Платежной Матрицей Платежной Таблицей Так Есть Вот Игры С нулевой Суммой Игры С ненулевой Суммой Игры С ненулевой Суммой Это Когда Вот Выигрыш Одного Игрока Равен Аккуратно Проигрыш Другого Игрока Ну В карточные Всякие Игры Да Вот Один Выигрывает Другой Проигрывает Вот Тут Так Честная Такая Игра Никто Не взимает Никакую Плату За Возможность Играть Вот Это Вот Такая Вот Игра Мне долго Казалось По молодости Лет Что К Вот Этим Вот Конечным Играм С Нулевой Суммой Так Называемой Вот Относятся Только Какие-то Такие Вот Игры Ну Типа Азартных Игр То есть Человеческие Игры На самом Деле А не Игры В обобщенном Смысле Слов Вот Но оказалось Что я Не прав Ну Вот Например Такая Игра Игра Будет Называться Предвыборной Компанией Есть Разные Темы Которых Невозможно Обойти Во время Своей Предвыборной Компанией Отношение К каким-то Явлениям В обществе Да Еще Что-нибудь В этом Роде Что Что Тут Происходит У нас Если Скажем В результате Вот Высказывания Мнений Сторон От Противоборствующих На выборах Сторон Одна Сторона Потеряет Избирателей То Значит Для другой Стороны Это выгода Это прибыль Она Добилась Того Что Соперник Потерял Какое-то Количество Избирателей Вот Если У избирателей Выросли Количество Значит Если У Противоборствующей Стороны Увеличилось Количество Поклонников Да Последователей Не знаю Как лучше сказать Тех Кто будет За них голосовать Приверженцев Вот как это называется То это Значит Плохо Вот как раз На ту самую величину Рост И падение Ну В общем-то Примерно так же Можно говорить О Значит Каком-то Черном пиаре Который Очерняет От некого конкурента Да Значит Количество людей Которые После этого Значит Выбрали вашего конкурента Это для вас Проигрыш Те Которые От вашего конкурента Ушли Это для вас Выигрыш То есть В принципе Говоря Его выигрыш Аккуратно Рай Вашему Проигрышу А его Проигрыш Аккуратно Вашему Выигрышу Да Так вот Можно Вытеснить Постепенно С рынка Какую-нибудь Конкурирующую Компанию Вот Прелесть Всех этих матричных игр Заключается в следующем Оказывается Можно Значит Использовать Для Конечных Игр Да Вот этот Конечные Антагонистические Игры То есть Игры с Нулевой суммой Их так называют Их называют Матричными играми Почему? Потому что Вот их платежную Платежную функцию Можно записать В виде таблицы Вот значит Строка Например Это ход Одного игрока Первая Вторая Треть Четвертая То есть Первая стратегия Вторая Третья Четвертая Стратегия Первого игрока А столбец Это стратегия Скажем Второго игрока То есть Вот они Все столбцы Занумерованы Соответственно Стратегиям Значит Того или иного Игрока Вот какая У них Получается Ситуация Ну простейшая Такого рода Играет Называется Игрок Камень Ножницы Бумага Помните Два игрока Каждый из игроков Может выбрать Одной из трех Стратегий Показать кулак Это значит Камень Показать ножницы Два пальца И бумагу Развернутую Значит Ладонь Причем Как получается Значит Камень Сильнее ножниц Потому что Камнем Можно ножницы Разбить Ножницы Сильнее бумаги Ножницы Можно бумагу Разрезать И бумага Сильнее камня Потому что Камень Можно завернуть В бумагу Вот такой вот Расклад То есть Каждый раз Играя Камень Ножницы Бумага Нужно Каким-то образом Вот выбрать Себе Стратегию Такую Чтобы Обеспечить Себе Если уж Не максимальный Выигрыш Что по крайней мере Минимальный Проигрыш Ну вот Всеми этими Матричными Играми Двух игроков Матричными Играми С нулевой Суммой Я так вот Оговорюсь Я почему-то Встречаю Иногда В жизни Матричные Игры С ненулевой Суммой Вот Это тоже Интересный Разговор О нем У нас Будет Речь Однажды Запланировано По крайней мере Что она будет Вестись Вот А пока Попытаемся Разобраться С матричной Игрой С нулевой Суммой Для Случая Значит Антагонистической Игры Да Вот этой Самой Ну Спасибо вам За внимание Жду вас В следующий раз Удачи вам Всех благ До свидания